Приветствую вас, братья и сёстры! Место Священного Писания, с которого я хотел бы начать наше рассуждение, записано в книге «Бытие», 2 глава, 2 стих. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Братья и сёстры, как вы думаете, насколько сильно устал Бог во время своего труда, во время сотворения земли и неба? Остались у Него силы после этой работы? Он издемогал? Для чего Он выделил время отдыха? Там говорится, в прочитанных стихах говорится, что седьмой день Бог отдыхал от всех дел своих. А в книге пророка Исаии, 40 глава, 28 стихе, говорится следующее. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не издемогает? Разум его не исследим». Вот здесь какое-то несоответствие. Вначале говорится, что Бог отдыхал, а второе место говорит о том, что Бог не утомляется. И вот над этим мы сегодня будем размышлять. Для чего нужно было Богу выделить седьмой день? Наверное, каждый взрослый человек согласится со мной, что наступает определенный период жизни, когда время начинает нестись с такой скоростью, чтобы просто успеваем только перелистывать очередной лист календаря. Я лично стал это замечать после того, как у меня появились свои дети. У кого-то это, может быть, или какие-то другие моменты. Но я думаю, практически каждый человек сталкивается с таким явлением. Мы даже знаем много стихов и пений на эту тему о скоротечности времени. И это говорит о том, что это довольно насущная вещь. У многих людей эта тема касается, и в том числе христиан. Человек, когда пытается догнать что-либо, допустим, какое-то транспортное средство, то ему нужно набрать скорость большую, чем та, с которой движется это средство. Ему нужно увеличить скорость свою для того, чтобы он все-таки достиг этой цели. Что-то похожее происходит и со временем. Когда человек замечает, что время увеличивает свою скорость, человек старается убыстрить и свои собственные действия, ускориться и пытаться как-то угнаться за этим временем. И зачастую эти попытки приводят человека к чрезмерному утомлению и выгоранию, и не приводят ни к чему хорошему. Бог знал будущее человека. Бог знал, что если человеку дать семь из семи рабочих дней, человек использует все семь для труда. И это непременно приведет его к вот таким последствиям. Человек будет проводить время, пытаясь все успеть. И, если честно, нигде он не будет успевать. Поэтому действия Божьи, которые описаны вот в первых стихах бытия, как раз и нужны нам для того, чтобы видеть пример Божий. Бог оставляет этот пример для нас, чтобы мы подражали Ему и находили время для того, чтобы остановиться, сделать паузу и осмыслить все то, что мы сделали, и все то, что происходит вокруг нас. В Ветхом Завете седьмой день обозначен Богом особенно. Бог его осветил. Бог его и заповедовал народу светить и чтить этот день. Это был день остановки, день размышления и день покоя. К сожалению, люди эту заповедь смогли превратить в нечто не совсем то, что задумывал Бог. Христос часто упрекал тогдашнее духовенство за то, что они сделали субботним днем. Нам же верующим послание к евреям в 4 главе в 10 стихе говорит следующее. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Братья и сестры, когда наступил для вас день субботний? Это было прошлую субботу или будет следующую? Для нас, верующих, день субботний наступает с момента покаяния перед Богом. День субботний начинается для нас с момента врождения свыше. Мы входим в покой в Божий во время нашего примирения с Ним. И если мы являемся спасенными людьми, мы всегда находимся в этом покое в седьмом дне. Каждый день с этого момента должен наполняться Божьим присутствием. Каждый день с этого момента является определенной субботой для нас. Но все же, имея такую свободу в нашей жизни, мы должны делать в нашей жизни паузы и остановки. И хорошо, что христиане выделили для себя такой день, как воскресенье, для того, чтобы прийти на богослужение, иногда это может быть и во время недели, как сегодня, для того, чтобы прийти на богослужение, молиться, общаться с народом Божьим и таким образом отвлекаться от суеты земной. И даже если нам выпадает возможность поучаствовать в каком-то проекте в воскресенье, будь то строительство или фандрейзинг, это ничем не отличается, на мой взгляд, от другого служения, которое мы несем. Это все та же остановка, это все тоже отвлечение от суеты и своего рода общения с Богом и с Его детьми. Но вы знаете, остановки нужно делать в жизни не только по воскресеньям, но и вообще в жизни нужно иногда остановиться и поразмыслить над тем, куда мы идем, осмыслить вообще свой путь, сколько мы прошли, какие у нас цели, угодны ли наши цели и желания Богу. Давид, взывая к Господу, вопрошал в Псалме 138, 23-24 стих, говорил, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Он отчетливо осознавал, что мог делать что-то, что казалось ему правильным, но не соответствовало воле Божьей. И для чего это нужно было, Давиду, вот эта проверка, вот эта остановка? Братья и сестры, для того, чтобы не сойти с пути Божьего, чтобы оставаться на нем. А для нас это еще одно напоминание о том, что нужно находить время для самоанализа, для такой остановки, чтобы просмотреть свою собственную жизнь. И к этому призывает нас Господь, обращаясь к народу Израиля через пророка Еремию, Бог говорит следующее, 6 глава, 16 стих, книга пророка Еремии. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Опять здесь речь идет об остановке и о покое. Вы знаете, даже служители должны находить моменты для того, чтобы сделать определенные остановки. Для того, чтобы остановиться, может, совсем ненадолго, и сделать анализ своего служения, для того, чтобы отчетливо увидеть волю Божью в том, что они делают. Увидеть Божий план для служения. И для каждого верующего эти остановки важны. И они нужны не только для того, не только в определенные периоды жизни, но и каждый день нам нужно останавливаться для того, чтобы определить, правильен ли наш путь. И Бог дает нам такую возможность. Я недавно видел видеосюжет, в котором полицейский прямо на посту совершал обряд молитвы, которому призывало его вероисповедание. Мимо него проносились машины, проходили люди, но он не обращал ни на кого внимания, он совершал этот обряд. И многие люди, которые это видели, одобрительно о нем отзывались, говорили, насколько он глубоко верующий человек. Библия же призывает христиан, может быть, к той же идее, но немножко другим подходом. В Англии от Матфея, 6 глава, 6 стих написано, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Какой вывод мы можем сделать с этого примера? А вывод такой, что любая наша остановка должна сопровождаться молитвой и общением с Господом. Она должна сопровождаться временем, проведенным с Богом. Конечно, не у каждого есть особая молитвенная комната, хотя, может, у кого-то их несколько, но все же такое время нужно находить, находить для молитвы, для переосмысления. Мы в Миннесоте преодолеваем огромные расстояния. Мы ездим часто и много. И я думаю, вот эти расстояния могли бы нам пойти на пользу. Мы можем в это время в дороге молиться. Если мы одни, если возможность нам позволяет, это прекрасное время для этого. Конечно, закрывать глаз не стоит, бдительность терять не стоит, не нужно этого делать. соблюдайте правила дорожного движения, но все же это хорошее время для общения с Богом. И я знаю, многие люди получают благословение через это время. У нас, христиан, есть прекрасная традиция вечером всей семьей собираться для молитвы и перед отходом ко сну поделиться друг с другом и с Богом всеми нашими радостями и переживаниями, всеми трудностями, и это прекрасное время еще раз переосмыслить весь прожитый день и сделать определенные выводы. Но личное общение с Богом для каждого христианина очень важно. И последний момент. Я хочу, чтобы мы прочитали еще несколько стихов из Евангелия от Матфея 20 главы, с 30 по 34 стих. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?» Они говорят Ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Братья и сестры, мы прочитали, что Иисус Христос остановился. Я думаю, что когда Он шел по этой дороге, это не была вечерняя прогулка, это не был какой-то спортивный забег, но это Его путешествие по этой дороге имело определенную цель. Может, Он спешил к очередной дочери Аира. Может, Он спешил к очередному нуждающимся в освобождении грешнику. И тут со стороны раздается крик. И Господь Иисус останавливается. Он останавливается и обращает внимание на вот этот крик. Братья и сестры, вспомните дочь Аира. Там же было настолько всё очень близко по времени. Она при смерти. Нужно идти, нужно спасать. И в это время какая-то женщина отвлекает Господа. И Господь уделяет ей тоже время. Он останавливается. Вы знаете, философия нашего мира говорит следующее. Ставь перед собой цель, смотри на неё, двигайся к ней, достигай этой цели, не озираясь по сторонам. Иди по головам. Нарушай всё возможно и невозможно, но добивайся своей цели. Для кого-то это может быть неплохой лозунг. Особенно для неверующих людей. Но для христиан это неприемлемо. Мы не можем не обращать внимания на то, что происходит вокруг нас. Христианин, взирая на Христа и направляясь в Его Царство, не может не замечать, что происходит рядом с Ним. Он должен обращать внимание на тех, кто в нужде, на тех, кто в беде, кто в болезни, на тех, кто погибает. И если мы, как Церковь Христа, являемся Его руками, братья и сёстры, такие остановки мы должны делать постоянно. Несмотря ни на что, какая бы цель нашего движения не была, какая бы цель не была в нашем пути, если у нас есть, к нам обращается просьба об остановке и о помощи, нам нужно такую остановку делать. Итак, в заключение, братья и сёстры, я хочу сказать следующее. Будем обращать наше внимание на время, которое дал нам Бог. Оно ограничено. Будем наполнять Его не только заботами житейскими, но будем наполнять Его и общением с Богом через молитвы, через Слово Его. И каждый день мы будем делать остановки, которые будут помогать нам анализировать для самоанализа и также для помощи другим. Слово Божие призывает нас дорожить временем. Посмотрите, что происходит вокруг нас. Время коротко, оно лукаво, и ты никогда не знаешь, что принесёт завтрашний день. Помоги нам, Господь, чтеценить временем, дорожить им и достичь Его небесного Царства. Аминь. Будем молиться.